В отношении фильма «Страсти Христа» хочу сказать вам, две тысячи лет никто из людей не знал, какие страдания перенёс Христос. Краткие описания, которые в Евангелии, ещё недостаточно говорят нам. И даже когда его распинали, и то лишь буквально несколько человек, которые видели все эти избиения и страдания. Две тысячи лет никто не видел. И вот сейчас, благодаря этому фильму, мы, наконец, смогли увидеть, какие ужасы перенёс он добровольно, вы слышите, добровольно ради нас. За это ему большое спасибо. В отношении же игры, я вам скажу, мы совсем не понимаем, что говорим. Можно играть, а можно представлять себе. То есть изображать. Вы знаете, что священник, когда служит литургию, священник, совершающий литургию, он в данном случае является никем иным, как представляющим собою Христа. Христос совершает. И священник в данном случае вместо Христа стоит. Разве мы за это его осудим? Конечно, нет. Мы пишем иконы. Это что такое? Изображаем Христа. Разве это можно? Можно. Пишет литературу, посмотрите, духовную литературу, святотеческую литературу, где говорится о Христе. Можно представить Христа и письменно, и в музыке, и в образах, и, в конце концов, показать Его даже в лицах. Но не в том смысле, что я Христос. Слышите? В страсти Христова были показаны Его страдания Христа. Вот ведь в чём дело-то. Мы слово «игра» понимаем в смысле, легкомысленно понимаем. Знаете, какая игрушка – игра. Совсем не в данном случае нет этого элемента никакого. Была очень серьёзная задача – показать людям, что перенёс Христос. Вот какова была задача. И это было действительно сделано. Там есть, так сказать, о грехе и вещи. Но я не хочу об этом говорить. Самое главное – наконец-то мы смогли увидеть это. И если у кого хоть немножко есть сердце, он возблагодарит Бога Христа от всей души. Посмотрев это, как важно нам увидеть, а не только прочитать, не только услышать. Так что здесь не идёт об игре Христа. Здесь не играет человек. Само слово это не подходит. В данном случае. А он, если хотите, представляет нам, изображает нам. Вот он собой изображает. Можно словом, вот сейчас начать кто-то, и начнёт говорить, изобразить, как страдал Христос. Можно в слове или нет? Мы что, скажем, он и играет, да? Как можно в слове, так можно и в образе. Поэтому ничего, здесь ничего греховного, этого нет. Здесь нет. Греховного он другое, когда какая-нибудь выставка, осторожно, религия. Вот там издевательство. Можно представить, или какой-нибудь фильм там «Последнее искушение Христа». Вот это действительно. Это издевательство. Вот это игра. Вот это грех и преступление. А здесь положительная была идея. За это можно только благодарить. И я вам скажу, что вот будет Великий пост, страстная будет неделя, как важно хоть немножко бы вспомнить, что перенёс Христос за нас. И хоть в эти дни вспомнить и поблагодарить Его. Так что я здесь этот фильм оцениваю положительным образом.